Всем привет! Вы знаете, от вас очень часто поступает вопрос про цены на продукты в Америке. И, наверное, давно было пора уже снять это видео, так что мы вас услышали. Мы идем снимать видео про цены в магазине Publix. Это, по крайней мере, во Флориде один из самых популярных магазинов. И такое видео мы будем снимать примерно раз в три месяца, чтобы и самим смотреть, как идут цены в Америке либо вверх, либо вниз на определенные продукты. Причем первой необходимости для жизни. Либо они идут вниз. Вот. Что, пойдем? Самое первое и необходимое в нашей продуктовой корзинке, то, к чему мы привыкли, это, естественно, хлеб. Цена этого хлеба 2,29 за вот такой вот багет. Ну, это обычный французский багет. Повторюсь, мы берем с вами продукты. В принципе, средняя продуктовая корзина, которая необходима, так называем, прожиточным минимумом. Вот. Никакие зыбки в виде крабов, устрит, омаров и прочих дорогих продуктов мы брать не будем. Здесь можно отширственно разлицать. Ну, естественно, фрукты мы берем всегда неопитательно. Ну, и давайте возьмем вот такие вот яблоки. Здесь у нас по весу примерно килограмм. И стоят они 4,99. И, кстати, это яблоки еще даже органик. На удивление. Конечно же, мандарины. Наш ребенок, ну, мы в том числе очень любим мандарины. Поэтому я предлагаю взять вот такие. Их цена 5,99 и это вес 1,5 килограмма. Самое главное сейчас посмотреть, чтобы будет закрыта упаковка. Это тоже очень важно. Я думаю, вы согласитесь, что картошка тоже, она идет везде и не вступает в пюре. Порой у кого-то даже в драники. А стоимость вот такого 2,27 по весу стоит 5 долларов. Еще такой важный момент, что мы в основном будем брать, стараться продукты компании Publix. Та, которая, в принципе, в магазине, в котором мы находимся. Потому что они будут стабильно здесь всегда. И для более правильной и качественной оценки роста или выпадения оценки это будет самый правильный вариант. Ни одна жареная картошечка и коксеточка не обойдется без лука. Поэтому лук мы тоже берем. Здесь у нас 1,36 кг за 2,99 кг. И тоже компания Publix. Я предлагаю еще пол. Я предлагаю взять бананы, потому что я, насколько помню, мы всегда у нас дома были бананы. Цены вообще сейчас приятные. Посмотрите, это 70 центов за полкилограмма. Но это у нас будет уже весная картошечка, поэтому берем самые желтые и идем. Я думаю, классные. Помидоры для салатика. Но скажу сразу, здесь есть более дешевые помидоры за 2,19 кг. Это за полкилограмма. Но качество их мне не особо нравится. Вот, поэтому я вам предлагаю взять вот такие красивые наветочки. Смотрите, какие хорошенькие. И цена 2,55 кг за полкилограмма. Можно даже выбрать попростнее. Даже пахнет помидорами, кстати. Да, я иногда не упую продукцию. И я считаю, что это абсолютно нормально. Болгарский перец тоже очень хорошая салата. Там, здесь есть вот такие упаковки. И можно, конечно, взять на развес. Вот. Здесь у нас почти килограмм. Стоит 4,09 кг. Огурцы. Про огурцы тоже, я вам сразу скажу, есть самые дешевые за 91 цент. Но большой-большой минус этих огурцов. Во-первых, посмотрите, такие они огромные. Во-вторых, они практически безвкусные. Очень водянистые. И у них очень-очень толстая шкурка. Вот. Такие огурцы мы не берем. Но если прям вообще экономить, то, конечно, можно и взять. Я предлагаю взять вот такой огурец. Его стоимость... 2,59. За шкурку. Итак, берем морковку. Тоже берем в компании Publix. Стоит она 1,35$ за упаковку. И здесь у нас полкилограмма. Кстати, как раз наглядный пример. Всегда обязательно проверяйте то, что вы берете. Потому что очень часто упаковки бывают открытые, как вы видите. И вес здесь значительно меньше, чем вес здесь. А как бы на кассе вам пробьют абсолютно одинаково. Простой, самый известный Lipton. Тем более сейчас на него классная акция. Один берете, один в подарок. 1,85$ за одну упаковку. Получается, каждый чай выйдет 90$ там с небольшим ценным. Ну, неплохо. Кофе. Возьмем за 10,29$. Здесь 283 грамма. Обычный молотый кофе. И он, на самом деле, один из самых дешевых здесь. Вот. Ну, и эта компания тоже будет не всегда. Американцы любят хлопья. Вы посмотрите на это разнообразие. Какие столько вообще вашей душе угодны. Кругляшочки, квадратики. Такие со всякими сахарными штучками внутри. Есть здесь даже рис пап. Это рис пап. Это конфеты с тарасисами пасты. Есть у орео, в общем. Американцы, мне кажется, очень помешаны на сухих сахарках. Причем есть как вредные. И так есть органически не полезные. Я думаю, вы слышали такой факт, что... Точнее, миф, что в Америке нет сгущенного молока. Оно здесь есть. Более того, именно Америка начала его впервые производить. Просто выглядит оно здесь немножко по-другому. Смотрите. Вот эта сгущенка. Это самая обычная наша. Тоже 397 грамм. Это обычная. Это вареная сгущенка. Вот. Тем более сейчас акция 2 за 5. Поэтому мы берем, естественно, 2. И она очень-очень вкусная. Просто запомните, вот выглядит она так. И не нужно уходить и бегать и ставить в русские магазины, чтобы купить пушенку с надписью «Ждёст». Овсянка, сэр. Ну как, у нас же в России все деткам делают завтраки. Чаще всего либо омлет, либо каша. Поэтому мы берем кашу. Возьмем тоже, давайте, Publix. Она стоит 3,59. За сколько у нас здесь? За 510 грамм. Какая продуктовая корзина без сладостей? Мы не можем пить чай без сладостей. Поэтому мы возьмем вот эти конфеты. Ферераше 8,99 за 200 грамм. Почему мы берем именно их? Ну, во-первых, они постоянно есть в продаже. Не нужно потом бегать и искать. Во-вторых, другие какие-то американские конфеты мы не берем. Ну, и в-третьих, такие конфеты есть в России. Поэтому и в странах за Америкой. Поэтому вы всегда можете сравнить цены со своей страной. Упаковка сахара. Тоже у нас компания Publix. 907 грамм за 2,05. Это, естественно, тоже обязательно и необходимо. Итак, соусы. Естественно, кетчуп и майонез. Есть, смотрите, Heinz. Опять же, такой кетчуп есть и в других странах. Он стоит 2,65 за 397 грамм. Но давайте я возьму кетчуп с такой же, но органик за 3,79. Мы не особо любители кетчупа, но в основном его ем я какими-то там, не знаю, макарошками или с чем я его ем. Потому что мне важно, с чем его ем. Но я, почитаю, кетчуп все-таки органик. Вот. Поэтому берем его. Но, опять же, цены вы можете сравнить. Потому что, если я, например, возьму какой-то другой, которого нет у вас, то да. Хотя, смотри, большая упаковка 2,49. Вообще, 1 доллар в большую упаковку это 200 с лишним дуранчиком. Выставляешь? Кстати, есть такая фишка, на самом деле. Вы знаете, что некоторая американская еда очень-очень обладает уникальными свойствами. Вы ее можете есть, и в ней будет 0 калорий. Так вот, горчица, например, ханец, в ней 0 калорий. Я не знаю, как это магическим образом может быть, но, тем не менее, да, такое в Аберике есть. Поэтому мы знаем, почему некоторые едят много соусов и очень-очень обладают. Так, майонез. Ну, курочку замариновать, мяско тоже. А майонез берем Publix за 5,99, за 887 миллилитров. Вот здесь вообще миллилитров. На столе миллилитров сюда. Так. Ну, кстати, здесь тоже могут быть соусы с нулевыми калориями. Вполне возможно. Нам нужна соль. Это мука. Мука. Тоже необходимая для всяких лепешек, котлеток, для загущения соусов. Берем тоже Publix. Здесь 907 грамм. Цена 1,99. Итак, соль. Тоже берем Publix за 99 центов. Какая-то ионизированная. Не ионизированная соль также. Поэтому возьмем ионизированную. Подсолнечное масло. Точнее, здесь, если говорить про Америку, ну и я помню, в Доминикане тоже так. На подсолнечном масле особо не жарят. Оно продается. Бывает в магазинах. Вы его можете найти. В русских магазинах они продаются. Но чаще всего здесь используют либо соевое масло, здесь есть арахисовое масло, масло канола и, естественно, масло кукурузное. Где у нас? Вот. И кукурузное масло. То есть чаще всего именно эти масла вы увидите в магазинах. Берем Publix за 5.35, это практически за литр. Вот. Поэтому имейте в виду, вы довольно-таки редко можете в обычных супермаркетах встретить именно подсолнечное масло. Я думаю, это объясняется тем, что подсолнечное масло это не самое хорошее масло для жарки. Как я читала, что типа соевое масло дает намного меньше вредных веществ, чем неже в подсолнечном. Так. Рис. Самый маленький, самый дешевый Publix за почти 500 грамм, $1.35. Это длиннозерновой рис. Так. Дальше что у нас еще? Давайте по поводу гречки. Порой даже здесь в Publix можно увидеть в продаже гречку. Но, конечно, чаще всего она тоже продается в российском магазине, в русском магазине. Вот. Поэтому можно тут и, наверное, периодически посмотреть. На данный момент ее здесь нет. Она уже закончилась. Поэтому сегодня мы встретимся. макароны. Мы не уступаем нашему плану. Тоже берем макароны Publix за практически 500 грамм, $1.29. Говядина у нас берем, давайте, вот она, смотрите, самая дешевая за $4.99 за полкилограмма. Здесь у нас практически 3, как были либры, Антон, как это? Паунда. Паунда. Три паунда. Я просто путаю еще до сих пор это все, что доминиканы. Это практически… Полтора килограмма. Полтора килограмма. Полтора килограмма. $2.29. Чуть подороже. Итак, курица. Как вы видите, у Publix тоже есть очень-очень много всего своего. Так, курица нам нужна, знаете, какая? Без… Косточек. Вот они, бедрышки без косточек. За $4.39. Молоко все берут галлонами и литрами. Здесь, конечно, есть литровое молоко, но оно стоит в разы дороже. За $2.59 – это у нас за 2 литра, грубо говоря, мы возьмем галлон молока. Калая свежая. Итак, здесь у нас в галлоне 3 литра молока. Получается примерно $1.30. 10 литров молока. Яйца. Тоже берем яйца Publix. Вот они за $3.29. За $13.000. Цель – это тоже открыть, проверить. Уступаем. Все хорошо. Берем. И 3 литра молока. Сливочное масло. Тоже берем Publix. Вот. Несоленое возьмем. Почти полкилограмма за $4.79. Ну и все. Сырок для бутербродов. Ну, мы любим Гауду. Без всяких изощрений. Самый простой вкус за $5.15 – 283 грамма. И он, кстати, уже нарезанный. Поэтому берем его. Так же, как и конфеты в продуктовой корзине из печенья. Берем самые обычные. «Мария» за $31. Это у нас за 200 грамм. Они у нас называются в России «к чаю». Нет, «Мария». Они так называют «к чаю» квадратненькие. Да. Вот такие. Вот они к чаю, кстати. $35. Тоже 200 грамм. Вот они «к чаю» назывались. А это «Мария». Она везде «Мария» называется. «Мария» и есть «Мария». Есть вообще «Мария» за $81. Но мы такую компанию не так часто видим. «Гоя» есть всегда. Поэтому для правильности оценки ценников берем ее. Правильность оценки ценников. Она имеет в виду через три месяца, когда мы пойдем опять покупать продуктовую корзину, эта марка может испариться. А «Гоя» будет всегда. Ну что, все. Мы все купили. Идем на кассу и посмотрим, сколько у нас это все будет. Нет. Нет. Ну что, всем уж пабликс. Суммарно потратили $141. Открыли $21. Продолжение следует...